Добрый день, дорогие братья и сестры! Телерадиокомпания «Глаз» приветствует вас из города Киева, матери городов русских. Киево-Печерская лавра, умытая ночным дождем, готовится принять десятки тысяч паломников, прибывших сегодня на праздник со всех концов Украины. Сегодня день крещения Руси, день памяти равноапостольного князя Владимира, день памяти апостола Андрея Первозванного, и сегодня же Православная Церковь совершает Собор Киевских Святых. Такое средоточие праздников вращается вокруг 28 июля, к которому приурочено очень важное торжество – воспоминания о событиях тысяча тридцатилетней давности. О событиях, которые изменили ход истории нашего Отечества, которые разделили нашу историю на до и после. День Крещения Руси вот уже 10 лет является не только церковным праздником, но и праздником общегосударственным. С 2008 года день Крещения Руси отмечается еще и на государственном уровне. В связи с таким торжеством богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре будет совершаться прямо под открытым небом. Его возглавит предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Ему будет сослужить епископа, священство Украинской Православной Церкви, гости из-за рубежа, и молитвенно участие в этом примут паломники со всей Украины. Вчера, накануне праздника, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход. В 13 часов он начался молебном на Владимирской горке, и после этого примерно 250 тысяч паломников, именно такую цифру называют, оценивая масштабы этой молитвенной акции, 250 тысяч паломников прошли крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. После этого в 17.30 в монастыре началось всеночное бдение, которое уже предваряло собой сегодняшние торжества. Через несколько минут ожидается прибытие предстоятеля Украинской Православной Церкви, а на клиросе сейчас читается третий час. Традиционно перед Божественной Литургией совершается чтение двух самостоятельных служб суточного круга – третьего и шестого часа. Они отличаются тем, что молитвы этих богослужений не поются, а читаются, то есть они имеют приуготовительный характер. Всего же на протяжении суток Церковь имеет девять самостоятельных служб – это третий, шестой, девятый, первый час Божественной Литургии, Утренняя, Вечерняя, Повечерие и Полуночница. Божественная Литургия среди этих служб является вершиной кульминации православного богослужения. И все эти девять служб предлагают нам не только молитвенное участие в жизни Православной Церкви, но еще и погружают нас в церковную историю. Каждая из служб апеллирует к какому-то конкретному событию новозаветной или ветхозаветной истории. И на фоне суточного круга Божественная Литургия занимает особое место. Она в основном повествует, рассказывает нам посредством образов, посредством священных текстов о земной жизни Спасителя. Об этом мы будем говорить в процессе богослужения. А сейчас замечу, что в Киево-Печерской Лавре находится ряд очень важных святынь, которые прибыли сюда именно в связи с сегодняшними торжествами. Прежде всего, это, конечно, мощи святого равноапостольного князя Владимира, крестителя нашей земли. В годы советской власти его мощи находились в музейных запасниках, но накануне празднования Тысячелетия Крещения Руси, в 1988 году, государственная, тогда еще советская власть, передала церкви несколько очень важных христианских святынь. И вот среди них как раз находился ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. По благословению святейшего патриарха Пимена этот ковчег был передан управляющему митрополиту ростовскому и новочеркасскому Владимиру Сабадану. Этот ковчег установили в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону. А вот позже митрополит Владимир, уже будучи предстоятелем Украинской Православной Церкви, привез эту святыню в Киев. Кстати, именно блаженнейший митрополит Владимир, ныне покойный предстоятель Украинской Православной Церкви, приложил максимум усилий для того, чтобы День памяти об этом эпохальном событии стал национальным праздником. Еще в 1994 году от имени Священного Синода Украинской Православной Церкви он обратился к председателю Верховной Рады с просьбой день 28 июля память равноапостольного князя Владимира считать национальным праздником Украины. Но, как мы уже знаем, государством эта просьба была удовлетворена только через 14 лет, в 2008 году. Так вот, напомню, что за всеми этими событиями стоит личность почившего предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Владимира, и он носил в монашестве имя Владимира. То есть, в День памяти равноапостольного князя сегодня мы совершаем еще и именины нашего покойного предстоятеля. Продолжая говорить о святынях, которые находятся сегодня в Киеве, а именно в Киево-Печерской лавре, нужно упомянуть о мощах священномученика Климента, епископа римского. Эту святыню князь Владимир получил в дар, когда принял святое крещение в городе Херсонес. Впоследствии глава была принесена в Киев равноапостольным князем Владимиром и положена в Десятинной Церкви, где был устроен особый предел во имя этого святого, во имя святого Климента. Десятинная Церковь – это первая каменная церковь Киевской Руси. Она была возведена еще при жизни князя Владимира в 989-996 годах на территории Киевского детинца. Князь Владимир на строительство и содержание церкви выделял десятую часть своих доходов, поэтому мы знаем этот храм под названием Десятинная Церковь. Увы, в 1240 году церковь была разрушена монголо-татарами, и так глава священномученика Климента из руин Десятинного храма была перенесена в пещеры Киево-Печерской Лавры. В наши дни глава священномученика Климента хранится в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря, и она входит в число 27 мироточивых глав, которые находятся в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. По случаю крещения Руси из Одессы в Киев привезена еще одна очень важная святыня – стопа святого апостола Андрея Первозванного. Эта реликвия напоминает нам о тех событиях, когда святой апостол Андрей, пройдя по Днепру, пришел к тому месту, где сегодня возвышается наш Киев. Апостол благословил это место и пророчески сказал, что здесь воссияет великая благодать Божья. И сегодня ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного постоянно хранится в Одесском Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре. Настоятель Свято-Ильинского скита Святой горы Афон, преподобный Гавриил Афонский, в свое время на рубеже XIX-XX веков неоднократно посещал Одессу. И вот именно он привез тогда в Одессу великие святыни, левую стопу святого апостола Андрея Первозванного и чудотворную икону Божией Матери Молекопитательницы. Еще об одной святыне, связанной с апостолом Андреем, необходимо упомянуть сегодня, потому что она прибыла в Киев из греческого города Патры специально к торжеству и прибыла необычным путем, путем самого апостола. То есть ее привезли по Днепру. Эта икона была написана насельницами женского монастыря в честь святого Николая в городе Патры. Она писалась длительное время. Икона, причем некоторые детали иконы монахини выписывали под увеличительным стеклом. Митрополит Патрский Хризостом в этот образ вложил частицы мощей святого апостола Андрея и часть креста, на котором апостол был распят. Именно в Патрах на X-образном кресте был распят святой апостол Андрей, который является небесным покровителем города Киева. Сейчас у нас есть возможность увидеть как раз эти святыни, поскольку они находятся в трапезном храме Киево-Печерской лавры. Трапезный храм — это один из самых больших храмов Киево-Печерского монастыря. Напомню, на территории обители 25 церквей. Но трапезная церковь, пожалуй, по площади не уступает Успенскому собору, то есть главной церкви обители, потому что непосредственно к церкви примыкает большая прямоугольная в плане трапезная палата. Официально этот храм правильнее было бы называть не трапезным, а храмом преподобных Антония и Феодосия Киева-Печерских. Вот именно в нем сейчас и пребывают святыни, о которых я рассказываю. Здесь же, в трапезном храме, находятся мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского, который погиб от рук безбожников в 1918 году. То есть нетрудно посчитать. Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня его мученической кончины, и в связи с этим икона с частицей его мощей также находится среди святынь, которые пребывают в трапезном храме. Сейчас на ваших экранах в правой части кадра зимненская икона, а слева вы видите икону преподобного Серафима Саровского. Зимненская икона являлась семейным образом равноапостольного князя Владимира, и он в свое время передал ее своему сыну Всеволоду в благословение на супружество. А икона преподобного Серафима Саровского тоже находится здесь не случайно, несмотря на то, что Серафим Саровский – это святой, жизнь которого в основном связана с Дивеевской обителью, находящейся в России. Но в жизни этого святого есть очень интересный эпизод, который увязывает его с одним из киевских монастырей. Так вот, перед тем, как отправиться в Саров и основать там всемирно известную обитель, преподобный Серафим пришел в Свято-Троицкую Китаевскую пустынь. Это один из киевских монастырей, и он попросил благословения у знаменитого тогда подвижника, монаха Досифея. Кстати, за именем монаха Досифея стоит удивительная история. Под обликом монаха скрывалась женщина, которая праведной жизнью стяжала благодатные дары Святого Духа. И к ней очень многие прибегали за духовным советом, с просьбой о молитвах. К ней-то и пришел Прохор Машмин, так звали преподобного Серафима в миру. И он испрашивал благословения на то, чтобы остаться послушником Киево-Печерской лавры. Но она благословила ему отправляться в Саров и открыть там монашескую обитель. И еще среди святынь, которые находятся в трапезном храме, сегодня нужно упомянуть мощи великомученика Георгия Победоносца. Эту святыню Киево-Печерской лавре передали афонские монахи в знак единства между Святой Лаврой и Святой Горой Афон. Я напомню, что основатель Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний, свое монашеское воспитание получил именно на Святой Горе Афон. И по благословению своего духовного наставника, одного из афонских старцев, он отправился в Киев и учредил здесь обитель, известную сегодня под названием Киево-Печерская лавра. Поэтому почитание мощей великомученика Георгия не случайно сегодня. Это не есть традиция какая-то новообразованная. Великомученика Георгия у нас почитают практически со времен крещения Руси. И первый храм в честь великомученика находился перед воротами Святой Софии Киевской. Когда-то на строительство этого храма князь Ярослав потратил колоссальные средства, поскольку имя Георгия он получил в крещении. Так киевский синопсис упоминает о церкви. «Создал же Ярослав и церковь святого великомученика Георгия из камня во имя себя от святого крещения данное, по правой стороне от Святой Софии». 26 ноября храм был освящен святителем Иларионом, митрополитом киевским, и тогда же было установлено ежегодное празднование в честь этого события. Кстати, это и есть так называемый Юрьев день, который не стоит путать с 6 мая по новому стилю, когда еще раз отмечается День памяти великомученика Георгия. Таким образом, святыни, которые находятся сейчас в трапезном храме Киево-Печерской лавры, абсолютно не случайны. Каждая реликвия имеет отношение или к окрещению Руси, или к истории Киево-Печерской лавры и утверждению православия в нашем Отечестве. Все эти святыни вчера приняли участие в крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Сейчас мы слышим голос Большой Лаврской колокольни. Ее называют Большой или Великой, дабы не путать ее с тремя другими звонницами, которые тоже действуют на территории монастыря. Праздничным трезвоном встречают предстоятеля Украинской Православной Церкви. Кстати, его резиденция находится тоже на территории Киево-Печерской лавры, но всякое его прибытие на богослужение, оно обставляется некой пышностью, торжественностью, потому что в этом заключается очень важный образ. Во-первых, архиерей во время божественной литургии – это всегда образ самого Христа, образ самого Господа. В особые моменты богослужения я к этой важной аллегории еще буду возвращаться. Во-вторых, прибытие архиерея на праздничное богослужение – это напоминание о том, что это архипастерский визит. То есть архиерей на приходе, он всегда является гостем. Немножко странно это слышать, но архиерей – это начальник достаточно большой церковной области, и в его подчинении может находиться от нескольких десятков до нескольких сотен храмов и монастырей. Учитывая, что в году всего лишь 365 дней, далеко не в каждом храме или монастыре он может побывать хотя бы дважды в году. Поэтому его прибытие в храм или в монастырь – это всегда событие, обставляемое особой торжественностью. И в этом прибытии есть еще одна очень важная деталь, которая может перенести нас во времена Древней Церкви. Традиционно перед праздничным богослужением, которое было совершаемо в честь престольного праздника того или иного храма, обычно накануне совершался крестный ход. По такому необычному стечению обстоятельств у нас тоже вчера был крестный ход, но он был вчера и в контексте сегодняшнего дня воспринимается как нечто абсолютно самостоятельное. Вот крестный ход был вчера, а литургия сегодня, и она совсем отдельно. Но, увы, если перенестись во времена Древней Церкви, то крестный ход и литургия – это было практически непрерывное действие. И сейчас, когда его блаженство, то есть блаженнейший митрополит киевский всея Украины Ануфрий, войдет на территорию Киево-Печерской Лавры, хор начнет петь особые молитвы на облачение архиерея. И среди них мы услышим молитву «Достойно есть». Она посвящена Пресвятой Богородице, является молитвенным обращением к Божьей Матери. И мы привыкли к тому, что молитвой «Достойно есть» всегда заканчивается какое-либо чинопоследование. И вот может возникнуть закономерный вопрос, почему эта молитва звучит именно в начале Божественной Литургии. Но все встанет на свои места, если мы представим, что перед Литургией в древности всегда совершался крестный ход. И, войдя на территорию храма, пели молитву «Достойно есть», потому что только что закончилось одно из чинопоследований. Таким образом, крестный ход и Божественная Литургия — это два абсолютно естественно перетекающих друг в друга священнодействия, которые подразумевают один и тот же праздник. Праздник совершается сегодня, но Церковь в своих песнопениях вспоминает равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси уже с вечера вчерашнего дня. Все ночное обдение, которое вчера было совершено на Соборной площади Киева-Печерского монастыря, уже полностью было посвящено своими песнопениями, своими текстами, было посвящено Дню Крещения Руси и Дню Памяти равноапостольного князя Владимира. Хрестоматийную дату, 988 год, знают все, я думаю, что даже школьники. И Крещение Руси — это был достаточно длительный процесс, который не был приурочен только к одному году. После 988 года было еще несколько упорных месяцев или лет, на протяжении которых христианство распространялось на территории Руси. То есть это был длительный процесс, не привязанный к какому-то определенному дню. Поэтому сегодняшнее празднование, празднование Крещения Руси именно в День памяти князя Владимира, это скорее не исторический факт, а знак уважения и почитания равноапостольного князя, который создал условия для принятия русичами христианства. Недаром именно Владимира Великого еще называют Крестителем Руси, и Церковь почтила его именем равноапостольного, то есть приравняла его труды к трудам апостолов. Князь Владимир, без преувеличений, это человек эпоха. Он правил Киевским престолом 37 лет, причем 27 из них он активно распространял влияние христианства в своем Отечестве. В течение 27 лет, с момента собственного крещения князя Владимира и вплоть до дня его смерти, князю, по сути, удалось изменить ментальность славян. Киевское княжество на момент крещения князя и на момент его смерти это, по сути, два разных государства. Православная Церковь в богослужебных текстах называет его Вторым Константином, то есть сравнивает его с равноапостольным императором Константином, повернувшим ход истории и в свое время разрешившим христианство на огромных просторах Византийской империи. Традиционно во время торжеств, приуроченных к Дню памяти равноапостольного князя Владимира, читается евангельский отрывок из Евангелия от Матфея, в котором рассказывается притча о сокровище, скрытом на поле. Там упоминается некий человек, который, узнав о сокровище, зарытом на поле, продает все свое имение для того, чтобы приобрести это поле. И другая притча, подобная ей, упоминает купца, который продает все свое имение для того, чтобы купить одну единственную красивую жемчужину. И эту аллегорию использовали авторы тропаря к князю Владимиру. Тропарь – это короткое песнопение, в котором концентрированно раскрывается сущность празднуемого события. И тропарь начинается словами «уподобился купцу, ищущему ценного бисера». То есть князь Владимир сравнивается с человеком, который отказался от всего, может быть, яркого, может быть, интересного, мирского, но все-таки оно суетное и второстепенное. И отрекся он от языческих заблуждений, которые, может быть, и потворствовали падшей человеческой природе. Отказался он от этого всего ради главной ценности, ради бисера, то есть ради веры в Иисуса Христа, ради той главной жемчужины, которой можно назвать православную веру. В том же тропаре князю Владимиру, а также в других моментах сегодняшнего богослужения, несколько раз прозвучит сравнение князя Владимира с апостолом Павлом. Тропарь так и называет его «вторым Павлом», что избавился слепоты душевной и телесной в крещальной купели. Действительно, в жизнеописании этих святых есть факт, который делает их схожими. Они оба накануне своего обращения в христианство ослепли, а сразу после крещения они исцелились, то есть прозрели. И это стало символом не только телесного, но и духовного прозрения. Как мы помним, апостол Павел, это событие описано в книге «Деяний святых апостолов», направлялся из Иерусалима в город Дамаск. В тот момент он ненавидел христиан лютой ненавистью, и у первосвященников, у старейшин, у израильского Сенадриона он истребовал специальные письма, которые позволяли ему преследовать христиан везде, не только в Иерусалиме, но и в Дамаске. И вот на пути в Дамаск ему явился Господь в громе, в необычном голосе с неба, и он обратился к Павлу со словами «Павел, трудно тебе идти против рожна». То есть человеческими мерами трудно противостоять божественному промыслу. И после этого диалога апостол Павел ослеп лишь через несколько дней, когда он оказался в Дамаске по молитве одного из христиан по имени Анания, после того, как Анания возложил руки на апостола Павла, к Павлу вернулось зрение. И этот человек, доселе гнавший христиан, преобразился и стал одним из проповедников христианства, и Церковь поставила его на одну ступень с апостолом Петром. И апостола Петра, и апостола Павла Церковь называют первоверховными апостолами. И вот апеллируя к этому общеизвестному факту библейской истории, Церковь называют князя Владимира Вторым Павлом, потому что в его жизни тоже был примечательный случай, связанный с его временным ослеплением. Князь Владимир ослеп, точнее, получил непоправимо тяжелое ранение в глаз, когда штурмовал город Херсонес, или, как русичи его тогда называли, город Корсунь. Он находится на территории сегодняшнего Севастополя. Это происходило во время его военного похода в Византию, и захват Корсуня стал частью его договоренностей, или, скажем так, недоумения, которые он разрешил посредством этого штурма, когда он требовал от византийского императора, чтобы тот исполнил часть своего договора, а именно за князя Владимира отдал свою сестру, принцессу Анну. Византийский император не мог смириться с потерей столь важной греческой колонии, с потерей Херсонеса, и он был вынужден исполнить свою часть договора. Принцессу Анну прислали в Херсонес, где и находился князь Владимир. Но Анна настояла на том, чтобы князь Владимир принял крещение, поскольку выходить замуж за язычника она категорически была не согласна. И вот, когда князь Владимир вошел в крещальные воды купели, с ним произошло двойное чудо. Он исцелился телесно и прозрел духовно. Из крещальной купели вышел фактически новый человек. Когда он вернулся сюда, на Русь, в Киев, то настолько изменился образ его жизни, что подчас подозревали, что произошла некая подмена, что тот ли князь вернулся обратно из Корсунского похода. Но это был тот самый человек, просто чрезвычайно изменившийся в результате своего крещения. Он стал вести благочестивый образ жизни и начал с того, что распустил свой многочисленный гарем. Несколько сотен женщин он держал в неволе, называя их... Летопись называют их то женами, то наложницами, но, как бы там ни было, это добавляет неприятных красок в портрет князя и именно в ту часть его биографии, которая была до крещения князем Владимиром. После этого он остается верен своей единственной законной супруге, принцессе Анне, производит амнистию всех заключенных, то есть из жестокого правителя он превращается в милосердного князя, который признается своему окружению, боюсь греха. Он настолько боялся проявлять насилие, что некоторые его меры, акты вроде бы милосердные, обращались даже такими неприятными последствиями. Выпущенные из тюрем разбойники производили неприятности на дорогах и князю Владимиру пришлось искать золотую середину. Да, он оставался милосердным христианином, но ему приходилось быть еще и трезвым управителем своего государства. И на протяжении 27 лет, от момента принятия крещения в 988 году до его кончины в 1015 году Русь фактически стала другим государством. Дорогие владыки, отцы, Будем строиться навстречу блаженнейшего митрополита Онуфы. Будем выходить к святым вратам. Еще раз, еще раз прошу, давайте будем строиться. Продолжение следует... Мы услышали призыв наместника Свято-Успенской Хиево-Печерской лавры, митрополита Павла. И понятно, что сейчас возле святых врат, возле Троицкой надвратной церкви будет выстроено священство, духовенство, архиереи. Батюшки, выходите вперед! Архиереи Украинской православной церкви выходят навстречу своему предстоятелю. Это значит, что у нас есть несколько минут для того, чтобы вспомнить очень важные события, предшествовавшие крещению Руси. И я, может быть, употреблю необычные выражения и поговорю о трех крещениях Руси, которые предшествовали 988 году. Я предлагаю эти несколько минут использовать для того, чтобы поговорить с вами о истории Украинской православной церкви, а точнее о современном ее состоянии. Давайте вспомним о том, что представляет собой Украинская православная церковь при помощи цифр. Мы предлагаем вашему вниманию небольшой информационный сюжет. Украинская православная церковь Украина имеет статус самоврядной и, будучи в складе Русской православной церкви, наделена правами широкой автономии. Она пребывает в каноническом общении с всеми 15 поместными православными церквами. На сегодня УПЦ наличие 53 епархии, служения в которых выполняют 85 архиереи. Она сохраняет свой территориальный административный подел в Луганской и Донецкой областях, а также на Крымском півострове. Православная церковь в Украине объединяет близко 12 тысяч парафий. У них совершают служение майже 12 300 священнослужителей. За последние 5 лет, количество громад Украинской православной церкви увеличилось на 700, а священнослужителей стало больше на 1300 человек. Нині на территориях Украины діє 251 монастир. Послуг у них несут майже 4,5 тысячи джинсов. У 17 духовных навчальних закладах УПЦ на Денному відділенні навчається майже 1,5 тысячи студентів. Найбільші монастири України – Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська лаври, а також Успенський патріарший монастир в Одесі. У серпні 2014 року на посаду представителя УПЦ вступив митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій. У листопаді 2017 року на проханні митрополита Онуфрія Архієрейський Собор Руської Православної Церкви вніс до свого статуту зміни, спрямовані на оформлення автономії Української Православної Церкви. Сьогодні, за винятком трьох областей Західної України, Українська Православна Церква є домінуючою конфесією на всій території країни. Дорогі братья і сістрі, ми повернулися в Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, де продолжається ожидання предстоятеля Української Православної Церкви, блаженнішого митрополита Київського і всея України Онуфрія. Він задержується, судя по всему, в зв'язі з тим, що приймають участь в торжествах, совершаємых в Мариинському дворце, з участью президента України. І у нас є можливість поговорити о событиях, які предшествували 988 року. І ці события, ці прецеденти в історії Київської Руси даже иногда называють «тремя крещениями Руси». Але прежде чем о них говорить, нужно вспомнить о становлении русской государственности как таковой. Согласно древнерусскому литописному своду XII века, который называется «Повість временных лет», в 862 году варяг Рюрик з братьями по приглашению некоторых славянских племен, а именно племени Чуть, Йеменские Словени, Кривичи и Весь, был призван княжить в Новгород. Это событие, с которого традиционно отчитывается начало русской государственности. И оно в историографии получило условное название «Призвание варягов». Было ли оно в действительности, сегодня сказать достаточно сложно, но сам факт появления в середине IX века на русской земле новых государственных образований уже сегодня сомнению не подлежит. В 862 году по Рождестве Христовом принято именно от этого года отсчитывать рождение русской государственности. Рюрик, старший из приглашенных братьев, пережил их, присоединил их области управления к своей, стал основателем единого княжества и родоначальником династии. Сам Рюрик, скорее всего, был язычником, но так называемое первое крещение Руси состоялось еще при его жизни. И здесь необходимо вспомнить имена еще двух варягов, двух киевских князей Аскольда и Дира. Они, собрав дружину, на двухстах ладьях по Днепру вышли в Черное море, опустошили при этом на своем пути побережье и осадили Константинополь. Нападение оказалось неожиданным, Царьград при этом буквально спасся чудом. После молебна константинопольский патриарх Фотий погрузил в море одну из важнейших святынь города, а именно ризу Божьей Матери, хранившуюся во Влахернской церкви. После этого налетел сильнейший шторм, он разметал корабли русов, уничтожив большую часть флота, и после этого дальнейшая осада стала невозможной. Пораженные князья прислали в Константинополь посольство с просьбой о крещении. Это и было то самое первое, так называемое, Оскольдово крещение Руси. И вот с этого момента Русь даже числится шестидесятым архиепископством среди епархий Константинопольского патриархата. Казалось бы, крещение Руси состоялось, но, увы, оно не оставило заметного следа в русской истории. Следствием его стало только появление христиан в княжеской дружине, никак не повлиявшее на распространение христианства в народе. Почти одновременно с походом киевских князей на Царьград в южных русских областях святой Кирилл, просветитель славян, крестил 200 семейств. При этом он нашел у них Евангелие и Псалтырь своего же перевода. Для этих обращенных был послан митрополит Михаил, который затем крестил почти все племя во главе со старейшинами. И интересно, что этому крещению предшествовало чудо. По требованию язычников в костер было брошено Евангелие, и оно при этом не сгорело. Но даже это крещение, сопровождаемое чудесами, не оказало влияния на судьбу Руси. Очаг православия на юге со временем то ли угас, то ли оказался очень слабым. И, наконец, третий раз Русь была крещена в 957 году в лице святой равноапостольной княгини Ольги. Она крестилась, приехав в Константинополь, и крестил ее сам патриарх. Точнее, он стал ее восприемником. Крестил патриарх, а восприемником стал византийским император. Патриарх благословил Ольгу по совершении таинства дарственным крестом с надписью «Земля русская, воздвигнута для жизни в Боге, крещением блаженной Ольги». И опять, несмотря на то, что в отсутствие сына, воинственного святослава, Ольга была правительницей страны, христианство на Руси, даже пользуясь ее покровительством, не прививалось. То есть были и церкви, были и христианские общины, но только в больших торговых городах, где всегда собирались люди самого разного вероисповедания. Народ же продолжал коснеть в язычестве. Более того, помятуя одно яркое высказывание, что перед рассветом тьма всегда сгущается, именно перед крещением Руси развитие язычества достигло в Киеве своего апогея. Был очень разветвленный, разветвленная система культов, и самым ярким образом, самым ярким кумиром на фоне других божеств был идол Перуна. По приказу князя Владимира, изображение Перуна было расположено в непосредственной близости от его дворца. Сегодня это территория Старокиевской горы, и это место символически обозначено фундаментом языческого капища. И известен случай, когда князь Владимир не просто принимал участие, скажем так, в языческой кризне, но по его инициативе была принесена человеческая жертва – идолю Перуна. Это произошло в 983 году, то есть за пять лет до крещения Руси. Князь Владимир собирался военным походом против литовского племени ятвягов. Но, чтобы поход был удачным, он решил заручиться небесной поддержкой своего любимца, и перед идолом Перуна торжественно поклялся, что если поход будет удачным, князь принесет в жертву Перуну человеческого, именно христианского младенца. Поход действительно увенчался успехом, и князь волей-неволей был вынужден исполнить обещание. Был брошен жеребий среди христианских семей города Киева. То есть уже из этого факта мы можем определить, что христиане в Киеве на тот момент уже были. Благодаря многочисленным внешним связям они иногда реализовывались через торговые отношения, через военную службу. Так вот, в Киеве проживал варяг по имени Федор, который, по всей видимости, какое-то время прожил в Византии. И там он принял православие, и, естественно, в православии воспитывал своего малолетнего сына Иоанна. Жеребий, как нетрудно догадаться, выпал на его семью. К нему пришли послы от князя и сказали, что твоего сына избрали себе боги, да принесем его в жертву. И варяг Федор произносит открытое исповедание веры, он называет этих идолов камнями, говорит, что они суть камень и дерево, и если они такие сильные, пускай придут и сами моего сына возьмут. Я же своего сына в жертву бесам не дам. После этого профессиональный воин с оружием наперевес забаррикадировался в своем жилище, и стало понятно, что без боя он не сдастся. Веснующаяся толпа русичей бегала внизу, жилище было двухэтажным, и в открытое противостояние с ним никто не вступил, поэтому поступили коварным образом, подрубили опоры жилища, и жилище, летопись называет его словом «сени», по всей видимости, это была какая-то открытая галерея двухэтажная. Эти сени рухнули на землю, на Федора и Иоанна набросились и умертвили. То есть не было торжественного жертвоприношения, была просто кровавая расправа над христианами. И этот же летописец, которого я сейчас пересказываю, называет этих двух святых первыми жителями Небесного Иерусалима из Русичей. То есть еще за пять лет до крещения Руси, до массового принятия христианства в нашем Отечестве, мученики за Христа здесь уже были. Через пять лет, когда князь Владимир принимает крещение, об этом своем преступлении он, конечно же, помнит и раскаивается в нем. Видимым знаком его покаяния является тот факт, что мощи младенца Иоанна, пострадавшего в 983 году, оставляются, переносятся в Десятинную Церковь, в один из первых христианских храмов на Руси. В 1240 году, как мы уже знаем, храм этот был разрушен, и мощи младенца перенесли в ближние пещеры Киево-Печерской лавры, где они почивают и сегодня. Причем интересно, что находятся они рядышком с мощами преподобного Ильи Муромца, всем известного богатыря. Мы с вами сейчас мысленно пребываем в Киево-Печерской лавре, и нужно отметить, что это один из древнейших и сегодня самый большой и самый многочисленный по количеству насельников монастырь. Сегодня численность братьев составляет около 130 человек. Цифра по современным меркам довольно внушительная, но она сразу же померкнет, если вспомнить о том, что было сто лет назад. Непосредственно перед революционными событиями 1917 года в лавре проживало 1200 монахов. То есть это фактически был настоящий монашеский город внутри современного Киева. Площадь лавры порядка 20 гектаров. На его территории действует 25 церквей. Шесть из них находятся под землей. Сейчас мы видим Святоуспенский собор, главный храм монастыря. Его основание относится к моменту учреждения самой Киево-Печерской лавры, и храм этот был заложен еще при жизни основателей монастыря, при жизни преподобного Антония и Феодосия. Но начиналась жизнь обители не здесь, а примерно в 200 метрах от этого места, на территории теперешних дальних пещер. Если мысленно перенестись в середину XI века, то окажется, что на территории Киева-Печерской лавры не было не только монастырских построек, не было по сути самого города. Сам Киев времен преподобного Антония имел свою внешнюю, то есть южную границу в районе теперешнего Майдана Незалежности. Одной из визитных карточек города, архитектурной доминантой Майдана Незалежности, являются так называемые Ляцкие ворота, увенчанные изображением архангела Михаила. Так вот, эти Ляцкие ворота были южным форпостом города Киева, и непосредственно за ними начиналось Козье болото или Крещатый яр, то место, которое сегодня называется Крещатиком, центральной городской улицей. Таким образом, преподобный Антоний, уйдя из Киева вот в эту вот местность, где сейчас возвышается Киево-Печерская лавра, он не искал человеческой славы. Наоборот, он тщательнейшим образом всегда от нее уходил. И поселился он на территории, которая на княжеских картах была обозначена выражением зверинец или зверинец. Зверей здесь было достаточно много. Это были охотничьи угодья. И преподобный Антоний поселился в пещере. Именно пещерный образ жительства он избрал здесь в связи с тем, что свое монашеское воспитание он прошел на горе Афон. Самый простой способ, самый малозатратный способ устроить жилище, это либо углубить естественную какую-то карстовую полость, либо вручную выкопать пещеру для себя. Это происходило еще и по той простой причине, что земное строительство на землях князя было связано с неизбежными расходами. Говоря современным языком, было связано с получением документации, с налогообложением. У преподобного Антония, как и у его сумолитвенников, естественно, средств не было, поэтому они хлопоты о внешнем обустройстве жизни монастыря свели к минимуму. И очень скоро вокруг Антония выросла небольшая молитвенная община. Кто-то приходил к Антонию для того, чтобы попросить его совета, кто-то с просьбой о молитвах, а кто-то для того, чтобы остаться с ним навсегда. И вот так вокруг Антония сгруппировалось 12 иноков, которые, как и сам Антоний, жили в пещерах, ископали для себя пещерную церковь. Но очень скоро стало понятно, что подземная церковь уже не вмещает всю братью, и появилась необходимость строить большой храм на поверхности. И вот тогда преподобный Антоний дерзновенно обращается к киевскому князю Изяславу с просьбой, дабы тот позволил построить храм на горе. И, как вы догадались, речь идет именно о Успенском соборе, который мы с вами периодически видим на своих экранах. Для того, чтобы избрать место для строительства храма, преподобный Антоний дерзновенно обращается ко Господу. И, подобно ветхозаветному Гидеону, просит о том, чтобы место для особого указания Божия было обозначено посредством росы, что по всей земле роса, а вот там, где храм, росы не было. На следующую ночь преподобный Антоний просит о обратном, чтобы то место, где должен стоять храм, Господь покрыл росой, а все остальное вокруг было сухо. Но Господь дарует ему указания свыше еще и другим способом. С неба внезапно сошел огонь, который попалил траву, деревья, кустарник и даже выжег землю на определенную глубину. Таким образом был указан периметр для фундамента будущего храма. Строительство этой церкви сопровождалось огромным количеством чудес не только на момент закладки, но и на момент его первого освящения в 1096 году. Освящение церкви преподобный Антоний уже не увидел, поскольку почил он значительно раньше, в 1073 году. Но очевидцы событий, связанных с освящением, говорят, что радуга была видна до самого неба. Успенский собор сегодня является архитектурной доминантой Киево-Печерской лавры и возрожден он был относительно недавно, в 2000 году. И сегодня лавра вспоминает очень важный юбилей. 30 лет назад было возрождение монашеской жизни в Киево-Печерской обители и сейчас мы предлагаем вашему вниманию небольшой исторический экскурс вот в эти три десятилетия. Что собой лавра представляла в 1988 году и чем она является сегодня? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова дозвольте насамперед поздоровить вас тысячелеттям хрещения Руси. Рада министров Радянской Украины своёю постановою передаёт для использования Украинского экзорхата Русской православной церкви ряд объектов Киево-Печерского державного и историко-культурного заповедника. Ось так у червні 1988 року відбулася офіційна передача кількох будівель Киево-Печерської лаври в користування православній церкві. Першим намісником монастиря було призначено архімандрита Іонафана Єлецьких. Більшість будівель, переданих у користування, мали аварійний стан. Перші богослужіння насельники обителі змушені були відправляти просто небо. Головний храм обителі Успенський собор лежав у руїнах із часів фашистської окупації. Мироточиві глави преподобних здивували тим, що відразу з відкриттям лаври із них потекло цілюще миро уперше після десятиліть богоборчої влади. Щорічно ремонтувалися і вводилися в експлуатацію нові корпуси, реставрувалися храми. 2000 року було відновлено і освячено Успенський собор. Печери, в яких зберігаються натлінні мощи преподобних, із музейних об'єктів перетворилися на місце молитовного поклоніння мільйонів паломників. Сьогодні Києво-Печерська лавра найбільший чоловічий монастир Української православної церкви як за площою, так і за чисельністю насельників. На території обителі розміщується резиденція представителя Української православної церкви, Київська духовна академія і семінарія. Монастир носить почесний титул Лавра. З грецької мови це слово перекладається як місто. Обитель залишається чернечим містом у мегаполісі. Лавра витримала богоборчу владу і рік за роком наближається до свого тисячолітнього ювілею. Києво-Печерську лавру по-прежнему ми ждемо прибытия предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополіта київського і всіля України Ануфрия. На торжества, посвященні Дню Крещення Руси, в Києве собрались десятки, а если точні, сотні тысяч паломників. Є представители практически всіх зарубежних помєстних церквей. Константинопольський патриархат представлен митрополитом Гальським Эммануилом, епископом Чикагським Даниилом і епископом Эдмонським Іларионом. Є представители Александрийського патриархата. К нам прибыл митрополит Иринопольський Дмитрий. А сейчас прервусь на секунду, поскольку на ваших экранах есть икона апостола Андрея. Апостол Андрей Первозванный – это человек, который по преданию первым просветил наше Отечество проповедью о Христе Распятом и Воскресшем. В первом веке он пришел на склоны Днепра и пророчески произнес «Видите ли, горы эти, на этих горах воссияет благодать Божия». Сейчас на ваших экранах в правой части экрана мощи равноапостольного князя Владимира, а слева – глава священномученика Климента. Об этих святынях мы говорили в начале богослужения, но не лишний будет напомнить, что каждая из привезенных святынь, каждая из реликвий, которые находятся сейчас в трапезном храме, имеет прямое отношение либо к укрещению Руси, либо к жизнеописанию князя Владимира, либо к современной истории православной церкви. То есть в хронологическом порядке здесь охвачены все две тысячи лет христианской эпохи, от апостола Андрея Первозванного до священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, который пострадал уже в начале XX века. Нужно отметить, что каждый год во время крестного хода, предваряющего день крещения Руси, всех верующих сопровождают особые святыни. Так, в прошлом году были привезены восемь чудотворных икон из разных епархий Украинской Православной Церкви. Два года назад, во время всеукраинского крестного хода, среди икон находились две главных святыни. Напомню, что было две основных волны крестного хода. Одна началась со Святогорской лавры, другая стартовала из Свято-Успенской Почаевской лавры. И в каждой из этих обителей есть своя чудотворная святыня, чудотворный образ Божией Матери. Соответственно, Святогорский и Почаевский. То есть, каждый год торжества в честь Дня Крещения Руси, в честь равноапостольного князя Владимира, отмечаются молитвенным шествием, и в качестве святынь, несомых в начале, обязательно избираются какие-то важные реликвии, имеющие неприходящее значение в истории Украинской Православной Церкви. А продолжая говорить о гостях, необходимо назвать еще представителей Иерусалимского патриархата, архиепископа Иорданского Феофилакта. Вместе с ним прибыл протоирей Павел, настоятель Святоникольского храма в городке Бейджала. Это предместие Иерусалима и Левифлеема, и вчера некоторые из слушателей обратили внимание, что возглас во время молебны на Владимирской горке звучал не только на греческом языке, но и на арабском. Поэтому не удивляйтесь, если сегодня вы услышите молитвы на самых разных языках, начиная от арабского и заканчивая польским. Есть сегодня представители и грузинской церкви. В Киев прибыл митрополит Зугдитский и Цаишский Дерасио. Сербская церковь представлена епископом Моравичским Антонием. Румынская Православная Церковь прислала своего представителя, протоиерея Иоанна Пицура, управляющего украинским викариатством в Румынии. От Болгарской Православной Церкви прибыл митрополит Старозагорский Киприан. Епископ Арсенойский Нектарий является представителем Кипрской Православной Церкви. Албанская Церковь прислала митрополита Эльбасанского Антония. От имени Польской Церкви епископ Гайновский Павел, Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Православная Церковь в Америке также прислали своих представителей. А мы, наконец, видим, что в Лавру прибыл сияющий, видно, что утомленный, но чрезвычайно радостный, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Спешно происходит его переоблачение. На него надевают архиерейскую мантию со скрижалями. Ему поднесен крест, к которому он приложился сначала сам, а потом благословляет им всю свою паству. Пускай немножко суматошно из-за многолюдства, из-за того, что начало богослужения было смещено по объективным причинам, но именно так выглядит традиционная встреча архиерея. Архиерей, точнее предстоятель Украинской Православной Церкви, Киевский митрополит, имеет несколько регалий, несколько отличительных особенностей, когда он передвигается богослужебным официальным порядком, то впереди обязательно несется крест. Мы сейчас этот крест видели на своих экранах. И установленным порядком в преднесении креста 85 архиереев Украинской Православной Церкви направляются в центральную часть Соборной площади, к импровизированному алтарю. И сегодня уже звучала мысль о том, что между Божественной Литургией и крестным ходом, который состоялся вчера, есть органическое единство. Так вот, даже картинка позволяет нам судить о том, что сейчас крестный ход действительно заканчивается. начался он вчера, а сейчас шествие от святых врат в центральную часть Соборной площади – это продолжение или даже завершение, логическое окончание вчерашнего крестного хода, собравшего в Киеве порядка 250 тысяч верных Украинской Православной Церкви. «Все архиереи уже облачены в ризы золотистого хода, но облачение предстоятеля Украинской Православной Церкви еще только впереди. Оно будет происходить в центре храма, на возвышенности, на особой кафедре. И если отнестись к облачению священнослужителя с чисто утилитарной точки зрения, то станет непонятно, зачем его выставляют на показ. Было бы естественнее сменить одежду где-то в алтаре или вообще сделать это заранее. Но Церковь, увы, преподносит нам это зрелище не просто так. Она доносит до нас очень важную мысль. Духовная жизнь – это борьба. Борьба в первую очередь со своими страстями, с человеческой природой, с нападками духов злобы. И у всякого воина, даже у воина Христова, есть доспехи и оружие. Эта аллегория придумана не сегодня. Ее развил апостол Павел еще в одном из своих посланий к христианам города Эфес. Он писал буквально следующим образом. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, станьте, припаясав чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Развитие, точнее олицетворение вот этой красивой аллегории мы с вами сейчас увидим, когда будет происходить переоблачение Блаженнейшего. Богослужение сегодня украшено пением митрополитчьего художественного хора под управлением архимандрита Геронтия Борисевича. Только что этот коллектив мы с вами видели на своих экранах. Второй хор на левом клиросе, он занимает свою позицию. Это хор Киевской духовной академии и семинарии под управлением архимандрита Романа Подлубняка. Сейчас хор исполняет песнопение, обращенное к Богородице, «Достойно есть, якого истину блажите Тя, Богородицу». Такими словами оно начинается, но, наверное, все знают, что этой молитвой обычно не начинается, а заканчивается богослужение. Почему же мы слышим его сейчас, в начале Божественной Литургии? Дело в том, что между крестным ходом, который начался и состоялся вчера, и Литургией есть органическое единство. Традиционно крестный ход совершался прямо перед Божественной Литургией. И войдя на территорию храма, заканчивая чинопоследование крестного хода, молебна, который совершался на ходу, обычно и исполняют вот эту вот молитву. Об этом органическом единстве сегодня все забыли, может быть, но молитва «Достойно есть» нам об этом факте напоминает. Вот такое вот необычное место для этой молитвы мы видим в чинопоследовании Божественной Литургии. Церковная археология позволяет нам раскрыть некоторые аспекты богослужения, не только сакрализуя каждый жест, но еще и обращаясь к некоторым событиям, традициям церковной истории, которые в свое время были естественными, привычными, но сегодня воспринимаются как некий архаизм. Но если внимательно к ним отнестись, то они научат нас не только вниманию, не только соберут наше внимание на каких-то догматических аспектах, но еще и прольют свет на историю Православной Церкви. Ведь в богослужении сокровенно раскрывается вся священная история от сотворения мира до воплощения Господа Иисуса Христа и вплоть до Его вознесения на небо и до праздника Пятидесятницы. Если внимательно отнестись к Божественной Литургии, то все эти события священной истории мы с вами увидим. Божественной Литургии. Мы видим, что Соборная площадь Киево-Печерской лавры полна народам, но это не только многолюдство физическое. Здесь можно воочию на себе ощутить еще и полноту церковного, благодатность церковного богослужения, возглавляемого архиереем. Именно архиерей олицетворяет собой полноту церкви. Ведь один из святых отцов сказал, там, где епископ, там должен пребывать и народ. Там, где народ, там должен находиться и архиерей. Только архиерей может совершать некоторые особые священнодействия, недоступные для совершения священства. Так, например, Святое Миро, которым помазывают при совершении Таинства Миропомазания в Крещении, осветить может только архиерей. Только архиерей может осветить антиминс, необходимый для совершения Божественной Литургии. И архиерей являет нам образ самого Христа. Его служение проходит всегда на виду у народа. Поэтому его облачение тоже является своеобразным уроком. Можно было бы облачиться заранее, можно было бы сменить богослужебные ризы в алтаре, где этого никто не видит. Но повторю мысль, развитую апостолом Павлом в его послании к Эфесианам. Каждый из элементов священнического облачения, облачение архиерея, является теми самыми щитами веры, шлемом спасения. Вот, например, сейчас на его блаженство одевают рубаху, с которой начинается облачение. И эта рубаха традиционно является белой, традиционно имеет белый цвет. Это символ чистоты. Помогают за богослужением и подиаконы. Это, как правило, юноши, являющиеся студентами, воспитанниками киевских духовных школ. У них, на первый взгляд, роль служебная, но от них во многом зависит богослужебный строй и молитвенное расположение не только самого архиерея, но и всех присутствующих в храме. Если иподиакон, а именно так называют этого служителя, не знает всех своих действий досконально, то будут постоянно возникать какие-то заминки, которые приведут к нарушению молитвенного настроения. Сейчас на его блаженство будет одета епитрахиль. Это элемент священнического облачения, который на себе имеет семь крестов. Шесть крестов мы можем сосчитать, их видно в кадре. Седьмой крест скрыт от наших глаз, и он находится на шее у носителя епитрахили. Семь крестов являются символами семи таинств. Затем его блаженство припоясывается. Эта необходимость архиерейского облачения возникла с тех времен, когда одежды на Древнем Востоке имели такие широкие полы, широкие рукава. И для того, чтобы приступить к любому виду деятельности, хоть к богослужению, хоть к работе, нужно было припоясаться, то есть специальной лентой убрать длинные полы одежды, специальными нарукавниками сузить рукава или засучить рукава, как сегодня сказали бы. И это все отражается в архиерейском облачении. Вот как раз мы упомянули о поручах, и мы видим в кадре, как они одеваются на его блаженство, и облачение каждого из элементов сопровождается чтением определенных молитв. Например, сейчас его блаженство по памяти читает молитву «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, Десная Твоя рука, Господи, сокрушила врагов, И множеством славы Твоей стерл Ииси супостатов. Руки Твои сотворили меня и создали меня в разумиме, и научусь заповедям Твоим». То есть, облачая на себя, надевая на себя поручи, любой священник или архиерей придает себя мысленно и все свои действия в руки Божьи, обращаясь ко Господу с просьбой, чтобы руки священнослужителя были вводимы Святым Духом. Через секунду на предстоятеля возложат саккос. Это главный элемент архиерейского облачения. Сегодня он богато украшен, является едва ли не произведением искусства. Можно часто наблюдать саккосы, украшенные и золотым шитьем, и драгоценными каменьями. Такое почтение к саккосу обусловлено тем, что это символ ризы Господа, которую сняли с Него накануне распятия. «Разделили ризы Мои себе, и одежде Моей бросали жребий». Именно об этой ризе идет речь, когда мы вспоминаем страдания Господа в последние часы Его земной жизни. Интересно, что вот эти бубенчики, которые мы видим на саккосе, они являются напоминанием о ветхозаветной традиции украшать бубенцами одежды первосвященника. Первосвященник в Иерусалимском храме только он и только один раз в году имел право заходить в святое святых. Никто не имел права не только следовать за ним, но даже наблюдать за процессом кождения. И определить, жив ли этот первосвященник, может ли он продолжать свое служение. Определить это можно было только по звону бубенцов. И у церковного историка Иосифа Флавия мы можем найти свидетельство, что некоторые из первосвященников даже переходили в мир иной, то есть умирали, находясь в святом святых. Но даже при таких чрезвычайных обстоятельствах никто не мог проследовать за ним, чтобы вытащить его тело. Поэтому первосвященника обязательно обвязывали специальной веревкой вокруг пояса, дабы его можно было извлечь в случае его смерти. Казалось бы, такой вот ничего не значащий элемент бубенчик мысленно переносит нас во времена ветхозаветной церкви. Сейчас на его блаженство возложили большой амафор, большой или великий амафор. Такая приставка говорит о том, что амафоров два, великий и малый. Великий амафор спускается двумя концами своей ленты, один впереди, то есть на грудь другой со стороны спины. И этот амафор в буквальном переводе с греческого переводится это слово как «наплечник». Он имеет сразу несколько трактовок. Во-первых, это символ благодати, которая сверху нисходит на священника, нисходит на первосвятителя. А во-вторых, это символ той самой овечки, которую добрый пастырь берет на плечи, дабы ее спасти. Та самая овца, которую он идет искать и оставляет 99 других овец, не имеющих нужды в попечении. И еще мы можем увидеть на груди его блаженства две панагии и священнический крест. Панагия – тоже слово греческое. Она говорит о том, кто изображен на этом элементе архиерейского облачения. Изображена Пресвятая Богородица. И носить две панагии могут только предстоятели автокефальных церквей. В исключительных случаях, каким-то другим архиереем, вот его блаженство, предстоятель нашей украинской православной церкви, тоже почтен таким высоким правом. Облачение первосвятителя завершено. Мы видим на его главе «Митру», а в руках двусвечник и трехсвечник, говоря греческим языком «дикири» и «трикири». Эти подсвечники тоже имеют символизм. Трехсвечник является символом живоначальной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, Троицы единосущной и нераздельной. А две свечки напоминают о том, что Господь наш Иисус Христос одновременно был и Богом, и человеком. Завершена подготовка к Божественной Литургии, через несколько секунд водворится благоговейная тишина, и в этой тишине прозвучит возглас, который положит начало Божественной Литургии, возглас благословенно Царства Отца и Сына и Святого Духа. Дочитывается молитва шестого часа, к его блаженству присоединяется епископат Украинской Православной Церкви и спрашивает благословения на начало Божественной Литургии диаконы, священники, и его блаженство просит Всевышнего о неспослании Святого Духа, то есть читает молитву Царю Небесной. И дабы первый возглас Божественной Литургии прозвучал в абсолютной тишине, умолкаю и я. На время я прерываю свой комментарий. И всех озлобите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, Пригвозди страху Твоему плоти наша, И не уклони сердец наших во словеса, Или помышления лукавствия, Но любовью Твоею уязви души наша, Да к Тебе всегда взирающе, И ежать Тебе светом наставляеми, Тебе неприступного и пресносущного зряще света, Непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем Безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, И всей святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, Ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Благослови, Владыка! Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Миром, Господу, помолимся. Господи, помолимся. Послышнем мире и спасенней души нашей, Господу, помолимся. Господи, помолимся. Во мире всего мира, благосостояния и святых Божьей, Церкви и соединений всех, Господу, помолимся. Господи, помолимся. Во святом храме, земле с верой, благоговением и страхом Божьим, Ходящих в войне, Господу, помолимся. Во великом господине и отцы нашим, святейшим бодриархе Кириле, Во господине и отцы нашим, блаженнейшем, митрополите Ануфри, Во господине нашим, высокопреосвященнейшем, митрополите Павле, О преосвященных митрополитех, архиепископех и епископех, Жеснем, пресвятерзе, охрыселе, оканстве, О всем причин, люди, Господу, помолимся. О Богом хранимей стране нашей, властей и воинстве, И Господу помолимся. О святей обители сей граде, сей им всяком граде, стране, И в веру и живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, по изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, И о спасении их, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, по избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас хор исполняет песнопения, называемые антифонами. Буквально в переводе с греческого это слово означает противогласник. Нетрудно заметить, что попеременно каждый стих антифона исполняется то одним, то другим хором. В свое время антифоны были неотъемлемой частью крестного хода, который предварял каждое богослужение. И то движение, которое сегодня совершил его блаженство предстоятель Украинской Православной Церкви вместе с архиереями от святых врат в сторону храма, еще не завершено. Вот когда мы увидим, как предстоятель перешел от кафедры в сторону алтаря, вот только тогда логически можно говорить о завершении крестного хода. Песня. 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 лектинья она позволяет вернуть человека который может быть во время протяжных песнопений рассеивается вниманием но тут раздается возглас диакона паки и паки который возвращает человека позволяет ему собрать внимание и сосредоточиться вновь на молитве сейчас хор исполняет второй антифон антифоны это песнопения литургии которые могут иметь разный характер разное назначение всего в православной церкви не существует несколько видов антифонов вседневные изобразительные праздничные и антифоны праздника которые звучат в данную минуту они специально составлены ко дню памяти равноапостольного князя владимира да они тоже состоят из стихов псалтыри но они избраны для того чтобы подчеркнуть сугубое значение равноапостольного князя как просветителя руси антифонов 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 все антифонов антифонов praud Прославляемый Отцом и Святому Богу Спасима. Дорогие друзья, вы могли заметить, что в некоторые моменты богослужения предстоятель позволяет себе сидеть. Но вот при исполнении молитвы, которая прозвучала только что, даже он встал. Потому что прозвучала молитва, которая является неотъемлемой частью Божественной Литургии, и она называется «Догматик». Я позволю себе процитировать ее полный перевод, поскольку в ней утверждается божественное достоинство Единородного Сына Божия. «Единородный Сын и Слово Бога! Ты, будучи бессмертен и изволивший для нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, сделавшийся настоящим человеком, не переставая быть Богом, Ты, Христе Божий, будучи распят и Своей смертью сокрушивший смерть, то есть дьявола, Ты, как одной из лиц Святой Троицы, прославляемой наравне с Отцом и Святым Духом, спаси нас!» Сейчас мы услышали возглас, произнесенный протеереем Иоанном Пиццуром, управляющим украинского викариатства в Румынии. Возглас, как вы догадались, прозвучал на румынском языке. И мы, наконец, переходим к третьему антифону Божественной Литургии. И его отличительная особенность заключается в том, что он состоит из возгласов, произносимых канонархом, и тропаря равноапостольному князю Владимиру, в котором он, напомню, сравнивается с купцом, ищущим доброго бисера. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ Итак, звучит третий антифон, основной частью которого является тропарь к крещению Руси. Прославляется Христос Господь, который просветил нашу землю святым крещением. А перед этим мы с вами могли видеть, как архидиакон Сергий Косовский принял в руки богослужебное Евангелие и совершает с ним малый вход. Богослужебное Евангелие – это главная богослужебная книга, которая будет использована в кульминационный момент Евхаристии, по нему будет прочитан евангельский отрывок. Но вот это вот действие, сопряженное с перенесением книги с престола на престол, то есть, по сути, ее берут с одной точки и возвращают в эту же самую. Это символическое действие напоминает о двух важных моментах. Первый из них связан с библейской археологией. Библейская археология напоминает нам о том факте, что когда-то Евангелия были рукописными, и они являлись средоточием молитвенной жизни любой христианской общины в древности. И язычники во время преследования христиан в первых веках нашей эры стремились в первую очередь уничтожить именно вот эту книгу. Либо послания апостолов, либо списки евангельских книг. И поэтому Евангелие не хранилось в храме, его держали в другом месте и выносили в центр молитвенного собрания только по мере необходимости, когда оно должно было быть прочитано. А вот библейская история, которая запечатлена во всех священодействиях божественной литургии, по-своему трактует этот момент. Мы сейчас можем вспомнить о выходе Спасителя на проповедь и о его произнесении проповеди на горе, которая и получила название проповеди на горной. Традиционно вседневные антифоны содержат в себе заповеди блаженств, которые тогда и были произнесены на горе блаженств в Галилее в виду Галилейского моря, при море Тевериадском. То есть каждое действие, совершаемое священником или предстоятелем во время богослужения, оно имеет сразу несколько значений. Божественная литургия – это, если можно позволить себе такую аллегорию, это слоеный пирог. И мы можем от верхних, понятных, ярких, сочных слоев погружаться в недра библейской истории и находить там чрезвычайно интересные аспекты божественной литургии. И мы видим, что предстоятель вместе с епископатом покинул центр импровизированного храма и вошел под сень. Под сенью как раз находится возвышение, символизирующее собой алтарь. Напомню, что традиционно православный храм делится на три части – притвор, собственно, храм и алтарное пространство, куда входит только священство. Неотъемлемой частью алтаря является престол. В левой части кадра мы как раз видим возвышение, по центру которого лежит Евангелие, горит лампада. Входить в алтарное пространство имеют право только священнослужители, то есть диаконы, священники, епископат церкви. Миряне – мужчины, исключительно мужчины, могут туда входить только по сугубому разрешению, если они помогают и призваны помогать за богослужением. Миряне – мужчины, исключительно мужчины, исключительно мужчины, и влет anc瑜. Баз м NY, или falsch songs – кому-тоope, чтобы их ни haga vår. Субтитры подогнал «Симон» 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 которые являются главными песнопениями праздника. Это тропари и кондаки апостола Андрея Первозванного, равноапостольного князя Владимира, дню крещения Руси, преподобным Киево-Печерским. И сейчас чтец произносит кондак преподобным Киево-Печерским. Дело в том, что каждое из этих песнопений является отражением почитания какого-то конкретного святого. Сегодня, 28 июля, это совпадение как минимум празднования четырех важных событий. Во-первых, это день крещения Руси. Во-вторых, день памяти апостола Андрея Первозванного, равноапостольного князя Владимира и собора киевских святых. И вот эти четыре песнопения прозвучали, но есть еще песнопения, которые исполняются в Киево-Печерской лавре всегда. Это тропарь и кондак преподобным Киево-Печерским и празднику Успения, поскольку именно Успению Божьей Матери посвящена сама Киево-Печерская лавра. Успения Божьей Матери Песня Божьей Матери И Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и при снове Господи, спаси благочестивые и услышанные 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 Сергей Косовский произнес молитву о неких благочестивых людях. Господи, спаси благочестивые и услышанные. Каждый из присутствующих в храме, каждый из нас с вами вправе отнести эту молитву к себе лично. Но если обратиться к библейской истории, к церковной археологии, то окажется, что это не совсем так. Когда-то эта молитва была сформирована и впервые прозвучала в храме Святой Софии Константинопольской. Это была молитва о императоре, и произнося ее, диакон был должен даже обратиться в сторону императорской ложи. А сейчас поется молитва Трисвятага, вместо нее в честь праздника исполняется песнопение о крещаемых людях. «Те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». Пение этой молитвы во время архиерейского богослужения имеет одну важную особенность. Молитва прерывается тем, что на Салию выходит предстоятель, или в случае архиерейского богослужения, где бы оно ни происходило, любой другой архиерей это делает. И во время этого выхода он благословляет паству дикирием, то есть подсвечником с двумя свечами, и крестом. Одновременно он произносит слова молитвы, в которой сравнивают свою паству с божественным виноградником. Это очень красивая аллегория, взята из 79-го псалма царя Давида. А виноград – это очень распространенный христианский образ. Его изображение можно найти даже в римских катакомбах, в которых собирались на молитву первые христиане. До сих пор, кстати, изображение виноградной лозы используется в орнаментах православных храмов. В первую очередь это связано со словами Христа, который сказал «Я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет богатый плод, поскольку без меня не можете делать ничего». Виноград – это очень распространенная аллегория, и на этом упоминании его роль не заканчивается. Дело в том, что виноградное вино, которое используется за богослужением, тоже производится из виноградной лозы. Но об этом будет сказано несколько позже. Сейчас мы видели, что архидиакон Тарасий Мудрак взял богослужебное Евангелие и направился с ним на средину храма, к возвышению, к кафедре, откуда будет прочитан соответствующий евангельский отрывок. Пойте Богу нашему, пойте! Пойте, цареве нашему, пойте! Сейчас мы видим очень интересный момент. С предстоятеля снимают амафор и будут держать его, один из диаконов, один из служителей будет держать его особо, отдельно. Амафор, напомню, был возложен на предстоятеля Украинской Православной Церкви в самом начале богослужения, и он является собой символ Христа, той самой овечки, которая лежит на плечах Спасителя. Но сейчас, когда к нам непосредственно обращается Господь посредством божественного слова, нужды в символике нет. Архиерей уже не являет, он слагает в себя полномочия образа Спасителя и передает их самому Господу, который к нам сейчас обратится посредством своего евангельского слова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь и Духове Твоему Алилуйя, 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 Алилуйя он был обращен на своем пути в Дамаск. Этот отрывок выбран не случайно именно для праздника крещения Руси, для Дня памяти равноапостольного князя Владимира, поскольку между двумя этими святыми, между апостолом Павлом и князем Владимиром, очень часто проводится параллель и в том, как они оба ослепли накануне своего крещения и о том, как разительно переменилась их жизнь. Но чтение апостольского послания – это только приуготовление к чтению евангельского отрывка. Давайте же выслушаем и слово, обращенное к нам одним из евангелистов. Блаженнейший владыком, благовестителя святого апостола, и евангелиста Иоанна, Богословом. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола, и евангелиста Иоанна, Богословом, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, о исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Пре мудрость прости, услышим святого Евангелия. Пре мудрость прости, услышим святого Евангелия. Чтенье. Ради Господи, слава и вон мим. Речи Господи, ко пришедшим к нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Як они входят дверьми во двор овчий, на прилазе инуде то, и тать есть и разбойник. А входят дверьми, пастырь есть овцам. Всему дверник отверзает овцы, и глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени, и изгонит их. Еда своя овцы и жденет пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго глазом. Сию притчу речи им Иисус, они же не разумеша, что бяшем, я же глагола же им. Речи шепаки им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко ази есть медверь овцам. Сиялика их придя прежде меня, татья судьи разбойницы, но не послушавши их овцы, ази есть медверь им, но ящик то внидет спасецам, и внидет, и сыйдет, и пожить оброшет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что прозвучал евангельский отрывок из книги, составленной по рассказам очевидца земной жизни Господа, которого иногда еще называют любимым учеником Христа. Мы услышали отрывок Евангелия от Иоанна, и в День памяти равноапостольного князя мы слышали от эпизод, в котором Господь сравнил свое собственное служение и служение своих последователей с деятельностью пастыря. Язык библейских книг чрезвычайно богат всевозможными аллегориями, частично сегодня об этом говорилось, речь шла о символике виноградной лозы, о пастыре и овечке, лежащей на его плечах, мы сегодня говорили, и вот в развитии этого образа, в развитии этой аллегории можно продолжить словами апостола и евангелиста, который утверждает истинно, истинно говорю вам, кто входит в овечьий двор не дверью, тот вор и разбойник, а кто входит в дверь, тот пастырь овец. То есть ограда, в которой находится мысленное стадо, подразумевает собой церковь, церковь, которую мы называем с большой буквы. Не церковь как здание, а церковь как общество, как сообщество людей, верующих во Христа. И только истинный пастырь входит в церковь миром, то есть входит через двери, не нарушая ее внутренних законов, то есть не перелезая через ограду, которая в данном случае является символом устава. И чтение евангельского отрывка является кульминацией литургии оглашенных. Нужно отметить, что божественная литургия имеет три составных части. Первую мы, как правило, не видим. Она называется «проскомидия», или в переводе с греческого значит «приношение». Ее смысл заключается в том, что специально приготовленные хлеб и вино возлагаются на жертвенник, над ними совершаются священодействия, которые состоят из очень многих элементов. Все их сейчас перечислить нету возможности, упомяну только, что за богослужением используются пять просфор, и только одна из них имеет существенное, решающее значение на протяжении всей божественной литургии. Та просфора, от которой, как от единого хлеба, от единого агнца мы будем причащаться. Это все, увы, остается за кадром не только сегодня, но и во время вседневной божественной литургии, поскольку происходит это в алтаре, скрытом от человеческих глаз, по крайней мере, от мирян. Вторая часть божественной литургии называется «Литургией оглашенных». За ней разрешено присутствовать не только тем, кто уже является членом церкви, но и тем, кто готовится принять крещение. В древности таких людей называли оглашенными, то есть учащимися. И их готовили на протяжении нескольких недель или даже месяцев посредством особого научения, посредством специальных лекций, присутствия на храмовом богослужении. Но в какой-то момент божественной литургии вот эти самые оглашенные должны были покинуть церковь, потому что дальше следовала та часть литургии, которая является кульминацией литургии верных. И за ней могли присутствовать только те, кто уже были просвещены крещением. И, кстати говоря, мы слышали одно из песнопений, которое напоминало нам о массовом крещении христиан, именно приуроченном к таким большим праздникам. Елицы во Христа крестистисися, во Христа облекостиси. Сейчас давайте выслушаем молитву о мире в Украине, которую мы, участники богослужения, слушают даже преклонив колени. Прими скорби народа Твоего, прими предстательство всех святых, сродников наших, коих призываем ныне на помощь на заступление, дабы свет любви Твоя, явленная на кресте Твоем, просветил всякого человека, стражащего в мире всем, ведь мы вражды беззаконно несущим. Прими кодатайство святого и благоверного, князя Владимира, крестителя и просветителя земли нашей, прими молитву стастотерпчих святых Бориса и Глеба, навичающих не поднимать руки Свяна, брата Своего, прими заступничество угоднику Твоих, Антония и Феодосия, с ними всех преподобных мужей и жен, звезами покаяния души Свои, паче снега убеливших, прими подвиги новомученику и исповеднику, страданиями Своими спасительную веру в Те нам сохранивших, прими прошение всех святых Церкви Твоей, тудами свими землю нашей освятивших, наипаче прими молитвенный покров, пресвятые Матери Твоей, владычество нашей Богородицы, преследевы Марии, еженепостынны предстательством люди Твоя, ночь для избавления и биша, от всяких враждей междоусобной брани, услышанной Божией Спасителю наш, и милости в милости будь и владыко ко всем страдающим и примененным, и остави нам долги наши, научая нас оставлять обиды должникам нашим, и преклоняй гнев Твоей на милость Твою, усмиряй всякие крамолы и нестроения, державы наши, якоти и си един благие человеку любви Бога наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной во веке веков. Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи вим. Господи помилуй. Для вне оглашенных помолимся, да Господь помилует их, Господи помилуй. Погласит их словом истины, Господи помилуй. Открыли в Евангелии правды, Господи помилуй. Соединит их святей в Своей соборней апостольской церкви, Господи помилуй. Спаси помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоейю благодатью. Оглашение, Глава, Ваша, Господи, Ви преклоните. Верно, Господи. И на ке афти синимин, доξάζусь и то пандимон, и мегалопропейс, иномасу, ватрос, и ту ию, и ту ай, ию, пневматоснин, и ай, истус айона, истон айон. Аминь. И лиц, и оглашение, истидите. И лиц, и оглашение, истидите. И лиц, и оглашение, истидите. И лиц, и верни, паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, твоею благодатью. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О, свящем мире, и о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, мир и всего мира, благостояний святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, святем храме всеми, с верою благоговением и страхом Божьим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Продолжение следует... ...созданы специально ко дню крещения Руси. И вот сейчас мы услышали молитву, прочитанную предстоятелем Украинской Православной Церкви, обращенную к равноапостольному князю Владимиру, и в котором прослеживается целый ряд молитвенных прошений, связанных именно с миром на территории нашего Отечества. А его блаженство в данную секунду омывает руки. Может быть, операторы нам этот момент покажут. Потому что наступает один из важнейших моментов богослужения, сопровождаемых умилительным песнопением, хирургимской песнью. То, что предстоятель омывает руки, это является не столько гигиенической, сколько символической мерой. Если посмотреть на богослужение в целом, то мы заметим, что священнослужители омывают руки во время божественной литургии три раза. Первый раз перед совершением проскомидии, второй раз перед Великим Входом, который совершается сейчас, и третий раз уже непосредственно перед своим причащением. Если в древности в этом действительно была объективная необходимость с точки зрения санитарных норм, то сейчас это в первую очередь символизм, символ того, что мы должны очистить свои чувства, очистить не только внешность рук, но и очистить все свои органы чувств. Поэтому, омывая руки, символически священник или епископ символически подносит мокрые ладони к своим устам, к носу, к ушам, молитвенно обращаясь ко Господу, чтобы все наши органы чувств были отверсты, то есть открыты к восприятию божественных истин. Субтитры создавал DimaTorzok Если вернуться к вопросу структурирования чинопоследования божественной литургии, то сейчас как раз началась литургия верных. Позади проскомидия, литургия оглашенных, и началась сугубая часть богослужения, за которым присутствуют только люди, просвещенные святым крещением. Его блаженство от престола перешел к жертвеннику. Очень хорошо нам сейчас виден большой богослужебный хлеб, который на церковном языке называется Агнец. Это специально испеченный хлеб или просфора, при изготовлении которого используется только мука, только вода, соль и дрожжи. И рядышком в большой чаше налито церковное вино. Обязательное его условие – вино должно быть красным, поскольку это символ крови самого Спасителя. Во время проскомидии, то есть в самом начале божественной литургии, в это вино была добавлена символическая часть воды. Буквально несколько капель, но это очень важный символ, напоминание о крови Спасителя, которая смешанная с водой и стекла из его ребер, пронзенных копьем. А его блаженство сейчас взял в руки одну из богослужебных просфор и вынимает частицы. Очень хорошо, рядышком с большой агничной просфорой, просматривается целая горка таких частиц, вынутых о здравии или о упокоении кого-либо из наших прихожан. Впоследствии, после того, как будет завершено причащение, все эти крошечные частицы будут опущены в чашу. Она в момент причащения не опустеет, поскольку вино наливается в достаточном количестве для того, чтобы причастить всех участников богослужения. Но вот этот важный символ, это важное священодействие, происходящее в конце литургии, напоминает нам о том, что кровь Христова, принявшая в себя частицы, является источником чистоты и омытия от греховной скверны. То есть, когда предстоятель или епископ, или священник произносит человеческое имя, данное человеку либо живущему, либо усопшему, то с этой секунды частица просфоры уже является символом его души. И душа, таким образом, в образе частицы, погружаясь в кровь Христову, омывается от своих грехов. Символ настолько важный, возвышенный, настолько он всегда и скрыт от нашего внимания. И телевизионная трансляция – это те редкие случаи, когда мы можем увидеть происходящее в алтаре. «И придя, звезда стала вверху, там, где находился младенец». С этими словами сейчас крестообразная звездица или звезда, как можно ее назвать на обычном бытовом языке, будет установлена сверху, над агнцем. И эта звездица нужна для того, чтобы частицы не смешались или не упали с дискоса, когда поверх них будет возложен воздух. Это элемент церковного облачения, специально изготовленный именно для дискоса. Чаша тоже будет покрыта воздухом. Сейчас эти воздухи имеют символическое значение и являются скорее такими декоративными элементами. Но в древности, напомню, христианство пришло к нам из стран Ближнего Востока, стран с жарким климатом. Бедой этих стран являлись и являются сегодня насекомые. Так вот, чтобы они не докучали и не попадали в освященное вино, его накрывали, равно как и святой хлеб. И процессия в преднесении святых даров уже направилась в сторону основной части храма. Видим, что вслед за хлебом и вином некоторые участники богослужения разобрали с жертвенника практически все священные предметы, там и копье, которым вынимались частицы, и ложечка, которые будут потом причащать мирян. Но заметьте, сам предстоятель остался внутри алтарного пространства. Он взял в руки кадила, но в процессии участия он не принял. Это тоже повод вспомнить о важных свидетельствах библейской археологии, но об этом чуть позже. Выслушаем молитву предстоятеля. Благодаря. 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 Иосифовского 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 Иосиф Гайновского и Господина Высокопреосвященщего Георгия, Архиепископа Михайловского-Хошицкого, Преосвященные Митрополиты, архиепископы и епископы, да поменят Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Господина и Отца нашего, блаженнейшего Ануфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, и святые Лавры сия, Священно Архимандрита, да поменят Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Та часть богослужения, свидетелями которой мы являемся, называется Великим Входом. Святые дары в виде хлеба и вина были перенесены с жертвенника на престол. В процессе перенесения принимали участие епископат, священство, духовенство Украинской Православной Церкви, но сам предстоятель, хоть он и совершал проскомидию во время богослужения, в этой процессе участия не принял. Он как бы встретил святые дары в импровизированных царских вратах. И поскольку я обещал объяснить, почему происходит за архиерейским богослужением именно таким образом, ответ на этот вопрос дает библейская археология. Она говорит о том, что в древности проскомидию не совершал епископат. Приготовление хлеба и вина входило в обязанность священников, и делали они это не в алтаре, а в притворе. И вот когда хлеб и вино были отобраны из общих приношений, то есть из тех даров, которые приносились прихожанами, лучшие хлеб и вино вносились в алтарное пространство. Вот последствием этого священодействия, этой традиции, и является тот факт, что его блаженство не принял участие в Великом Входе, а встретил святые дары уже в алтаре. Господи помолимся, Господи помолимся, Заступи и спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благотатию. Гнев всего совершенный, свата мирный, безгрешно, у Господа просим. Ангела мирный, вернонаставник и хранителя души телес наших, О Господа просим! Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судящий Христове просим! Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснадиву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и ведь живот наш Кресту Богу предади! После Великого Входа прозвучало две ектеньи, то есть два набора молитвенных прошений, одна ектенья малая, другая просительная. Малая традиционно завершалась словами Господи помилуй, а в просительной ектенье каждое прошение подкреплялось словами «Подай Господи!» «Подай Господь от bezcoh» «Подай Господь!» «Ос и любим друг друга!» «Да единомыслием исповем их!» ПЕСНЯ Напоминанием о том факте, что мы находимся в пространстве литургии верных, является возглас, который мы только что услышали. Двери, двери, премудростью вонмем. То есть диакон призвал людей, дежурящих возле дверей, проверить, все ли оглашенные вышли из храма. Понятное дело, сегодня никто уже этого не проверяет. Это скорее такой церковный архаизм. И сейчас под руководством все того же диакона все присутствующие поют символ веры. Это не молитва, поскольку в ней нет обращения ни к Богу Отцу, ни к Сыну, ни к кому-либо из святых. А это именно исповедание, обозначение 12 православных постулатов, то есть членов символа веры. А архиереи взяли один из воздухов, то есть элемент облачения святых даров, и совершают символическое веяние над чашей с вином и со святым хлебом. Во-первых, это знак присутствия Святого Духа, который незримо пребывает в храме. А во-вторых, это напоминание о землетрясении, которое произошло, когда случилось воскресение Господа. Когда разверзлись камни, был отвален чудесным образом камень от гроба, и многие умершие воскресли. Исполнение символа веры не только хором, но и всеми присутствующими должно быть подтверждением того факта, что за литургией непосредственно перед причащением остались только те люди, которые уже присоединены к Церкви, и посредством оглашения, то есть просвещения своего, и посредством крещения. Если человек не понимает основ православной веры, то, скорее всего, он не в состоянии их произнести на память, как это делают все присутствующие за богослужением. Значит, такой человек не может и причащаться. Такое исповедание веры давно приобрело характер гимна, и каждый раз за божественной литургией мы его слышим. Но, повторюсь, это не молитва. В ней нет обращения. Оно начинается словом «верою». Верою во единого Бога Отца Вседержителя. И момент между символом веры и между молитвой «Отче наш», которую тоже будут исполнять все присутствующие, называют анафорой. Это греческое слово, в переводе оно переводится как «возношение». Это кульминационный момент божественной литургии, тот момент, когда хлеб и вино станут истинными телом и кровью Христовыми. И это не символическое действие. Нельзя понимать эти слова символически. Все происходит не по наружку, как в детской игре. По-настоящему вино становится кровью Христовой, а хлеб, специально приготовленная Просфора, станет истинным телом Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. И мы им сердца. Благодарим Господа. Благодарим Господа. Благодарим Господа. Напомню, что сейчас совершается анафора или возношение, самый главный момент божественной литургии. И приближается момент, когда предстоятель произнесет так называемую тайно-совершительную молитву, после которой хлеб и вино станут истинными телом и кровью Спасителя. Он произнесет также слова, которые в свое время сказал Спаситель, «Примите, едите, сие из тела мое, сия из кровь моя нового завета, за вас и за многих изливаемая». И ввиду величия этого момента я умолкаю, прерываю комментарий вплоть до той секунды, когда вы увидите земной поклон. Как только вы увидите, что предстоятель и все участники богослужения совершили земной поклон перед святыми дарами, мы все будем знать, что на престоле уже не хлеб и вино, а истинные тело и кровь Спасителя. Итак, я призываю вас присоединиться мысленно к молитве, которая сейчас совершается на Соборной площади Киево-Печерской лавры. «Примите, едите, сие из тела мое, ежезавеломимое в оставлении грехов». «Примите, едите, сие из крови моя нового завета, ежезавеломимое в оставлении грехов». Твоя от Твоих Тебе приносящая у всех изо вся. Соборной площади Киево-Печерской лавры. Соборной площади Киево-Печерской лавры. Соборной площади Киево-Печерской лавры. Киево-Печерской лавры. Киево-Печерской лавры. Соборной площади Киево-Печерской лавры. 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 Это значит, что Божественная литургия подходит к завершению, но она пока еще не завершена, поскольку еще не произошло самого главного, ради чего пришли сюда вот эти тысячи людей. Не произошло еще причащения. Но восхваление Пресвятой Богородицы сразу после тайно-совершительной молитвы, оно напоминает нам о церковном почитании Богоматери. Через нее слово стало плотью. Через нее, как по лестнице, с неба к нам спустился Господь. Поэтому сразу после важнейших молитв возношения мы молитвенно обращаемся к Деве Марии. Я хочу мысленно вернуть вас к одному из возгласов, который только что прозвучал. Поднимая святые дары и воздевая руки с ними кверху, предстоятель произнес «Святая святым». Правильное толкование этого возгласа может удивить, но под святыми здесь подразумеваются абсолютно все верующие православной церкви. «Если мы не живем святой жизнью, мы все же к ней призваны. Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь в Евангелии. Вместе с тем хор ответил предстоятелю «Един свят, един Господь». То есть святым является только Господь Бог. А мы можем лишь пытаться жить праведной святой жизнью, и эта жизнь невозможна без таинства тела и крови Христовых. Песня. 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 Архидиакон Сергий Косовский провозгласил молитву, которая закончилась очень интересными словами. В начале он помянул предстоятеля Украинской Православной Церкви, в развитии молитвы прозвучали упоминания всех епископов православных, а вот в конце, обратившись к народу, он сказал о каждом, кто внутри себя какое-либо помышление имеет. То есть Православная Церковь, несмотря на всю полноту всех молитв, произносимых за богослужением, не дерзает на полноту всех молитв, которые мы приносим в храм. То есть все их заочно, вот так вот обобщив, Православное Богослужение преподносит намысленный алтарь. Субтитры создавал DimaTorzok Просительная лептинья прозвучала на греческом языке. И это еще одно подтверждение этому факту, что сегодня за богослужением присутствуют представители 13 православных поместных церквей, а всего их в мире существует 15. То есть большая часть поместных церквей прислали участников, прислали своих представителей. Песня. 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 в эфире. ПЕСНЯ ПЕСНЯ